Общее сведение. Термин «мультисистемная атрофия» – множественная системная атрофия МСА – был введен в 1969 году. В 1989 году были обнаружены подобномоничные для МСА цитоплазматические включения в олигодендроглиоцитах. Понятие «мультисистемная атрофия» объединяет репатоморфологически сходные нозологии, клинически представляющие собой сочетание паркинсонического синдрома вегетативной дисфункции, мозжечковой атаксии и пирамидной недостаточности. Ранее специалисты в области неврологии относили указанные заболевания в группу «Паркинсонизм плюс». На МСА приходится 10-12% случаев паркинсонизма. Встречаемость с патологией в 20 раз меньше, чем болезни Паркинсона. Заболеваемость составляет 3 случая на 100 000 населения. Дебют клинических проявлений приходится на возраст 50-60 лет. Характерно быстрое прогрессирование симптоматики. Мультисистемная атрофия причины мультисистемной атрофии. Наследственный характер МСА не прослеживается, текущее наблюдение не обнаруживают семейных случаев заболевания. Однако многие исследователи предполагают генетическую детерминированность патологии как предрасположенность к развитию МСА при воздействии неблагоприятных факторов. Отдельные ученые связывают повышенный риск возникновения МСА с полиморфизмом в гене альфа-синуклеина. Эти факторы, провоцирующие заболевания, точно не определены. Одно из проведенных исследований выявило указание на контакт с токсическими веществами, пестицидами, органическими растворителями. В анамнезе 11% пациентов с МСА. Патогенез механизм развития неизвестен. Особенностью дегенеративных изменений является преимущественное поражение глиальных клеток с накоплением альфа-синуклеина, тау-протеина и ряда других нейронных белков. Патологические включения обнаруживаются в олигодендроглиоцитах надсегментарных двигательных структур пирамидная и экстрапирамидная система, моторная область коры, мозжечок и вегетативных центров ЦНС. Наряду с поражением черной субстанции происходит дегенерация дофаминовых рецепторов скорлупы, обуславливающей развитие устойчивого к дофаминергической терапии постчиноптического паркинсонизма. Морфологическая картина характеризуется асимметричными атрофическими изменениями белого вещества, преобладанием поражения олигодендроглиоцитов. Менее выраженным повреждением нейронов, мультисистемная дегенерация затрагивает строго определенные структуры головного мозга. Каждая клиническая форма имеет свою типичную локализацию дегенеративного процесса. Классификация в соответствии с современными взглядами на проблематику мультисистемной атрофии включает три нозологические формы. В основу систематизации положены клинические особенности заболевания. В зависимости от превалирующего синдрома выделяют следующие варианты стриатонегральной дегенерации СНД. Дегенеративные изменения наиболее выражены в стриатуме и черной субстанции. Ведущим клиническим синдромом является паркинсонизм. Оливопонтоцеребиолерная атрофия ОБЦА. Мультисистемная дегенерация распространяется на мозжечок, нижний оливый мост. В клинической картине доминирует мозжечковый синдром. К МСА относят только спорадические случаи ОБЦА. Синдром Шайдриджара. Превалирует прогрессирующая вегетативная недостаточность с выраженной ортостатической гипотензией. Ряд авторов предлагают не выделять синдром Шайдриджара как третий вариант патологии, поскольку типичная для него вегетативная симптоматика. В той или иной степени наблюдается при всех формах МСА. Симптомы мультисистемной атрофии. Манифестация приходится на возрастной период 45-60 лет. У 60% пациентов МСА стартует нарушениями двигательной сферы, у 40% вегетативной симптоматикой. В начальном периоде в 60% случаев наблюдаются симптомы паркинсонизма, брадикенезия, замедленность движений, шаркающая походка, гипомимия, монотонность голоса. Их отличительной особенностью является изначальная симметричность проявлений. У 30% больных отмечаются мозжечковые расстройства, постуральные нарушения, дисметрия, адиадоха, кинез, интенсионный тримор. В 10% случаев мозжечковая атаксия сочетается с паркинсонизмом. Развернутая мультисистемная атрофия протекает с паркинсоническим синдромом у 90% больных. Мозжечковые нарушения слабо проявлены из-за выраженной ригидности. Об их наличии свидетельствует широкая постановка стоп при ходьбе, скандированной тип речи, усиление тримора в руке при приближении. Цели, например, при попытке взять чашку. Смешанное мозжечково-паркинсоническое нарушение речи при МСА, получившее название дезортрофония, представляет собой мозжечковую дезортрил, сочетающуюся с монотонностью и приглушанностью речи. Пирамидная симптоматика характеризуется повышением сухожильных рефлексов и появлением стопных знаков, классические спастические порезы отсутствуют. Тримор носит постурально-кинетический характер, возникает в результате сочетания дрожательного гиперкинеза и небольших миоклонических подергиваний. Возможны дистанические проявления, спастическая кривошия, лицевой гемиспазм, фокальные дистании, конечности в отдельных случаях, наблюдающиеся уже в дебюте заболевания. Вегетативная недостаточность проявляется ангидрозом, расстройством тазовых функций, ортестатическим коллапсом с обмороками. Иногда триада и Горнера, синдромом Рейна. Выраженные нарушения когнитивной сферы не характерны. Диагностика мультисистемной атрофии диагностируется на основании клинических данных, сбор которых зачастую требует наблюдения пациентов динамики. Диагноз вероятный МСА устанавливается при сочетании вегетативной недостаточности с хотя бы одним из следующих синдромов – резистентной. К препаратам Левадопа Паркинсонизм – мозжечковая дисфункция. Против диагноза МСА выступает дебют заболевания до 30-летнего возраста, семейный анамнез, расстройство когнитивной сферы, деменция. Наличие другого заболевания, являющегося причиной аналогичной симптоматики. Достоверная диагностика возможна только в результате патоморфологической экспертизы. С целью подтверждения диагноза необходимо проведение следующих исследований – осмотр невролога. В неврологическом статусе выявляется паркинсонизм плюс сочетание признаков паркинсонизма с дополнительной симптоматикой пирамидной, вегетативной, мозжечковой. Когнитивные расстройства признаки очагового поражения коры – агнозия, апраксия – не определяются. МРТ головного мозга. В начальной стадии может соответствовать норме. В дальнейшем обнаруживаются атрофические изменения головного мозга, наиболее выраженные в моржечке и подкорковых ганглиях. МРТ позволяет исключить рассеянный склероз, энцефалит, опухолевые процессы. Исследование вегетативной системы. Проводится ортостатическая проба, подтверждающая выраженное падение артериального давления при переходе в горизонтальное положение. Для диагностики тазовых нарушений осуществляется электромиография сфинксерного аппарата. Дифференцируется мультисистемная атрофия с болезнью Паркинсона, сосудистым паркинсонизмом, спинцеребиолярными атаксиями. Главным отличием ММС от классической болезни Паркинсона является наличие дополнительных симптомов, выходящих за рамки расстройств. Экстрапирамидные системы, слабая эффективность дофаминергической терапии. Сосудистый паркинсонизм отличается сопутствующими когнитивными нарушениями. Спинцеребиолярная атаксия имеет наследственный характер, в сложных диагностических случаях исключается при помощи ДНК-диагностики. Лечение мультисистемной атрофией. Поскольку этиопатогенез остается неясным, лечение осуществляется в рамках симптоматической терапии. На начальной стадии заболевания у третьих пациентов эффективны форм препараты или водопы, однако они усугубляют дистоническую симптоматику. И течение ортостатической гипотонии. При отсутствии терапевтического эффекта выраженных в обочных явлениях леводопу отменяют. Применяют средства, улучшающие метаболизм церебральных тканей, вазоактивные нейрометаболические препараты. Лечение ортостатической дисфункции осуществляется путем наложения компрессионных бинтов на нижние конечности, повышения содержания. Соли в рационе при поднимании головного конца кровати. Продолжение следует...